...смерти одного из самых жестоких тиранов в истории человечества. Он подвергал изощренным пыткам и страшным казням всех, кто смел ему перечить. Бояре звали его Иваном Васильевичем Четвертым, народ же называл его Грозным. Подозрительный факт. Всесильный царь скончался именно в тот день, в который придворными астрологами Прокопием и Михаилом ему была предсказана смерть. Но это слишком странное совпадение. В чем же дело? В невероятной прозорливости волхвов или в том, что, как считали жители Москвы того времени, произошло убийство? Версия об убийстве Ивана Грозного, утвердившаяся в народе сразу после смерти царя, подтверждается воспоминаниями иностранцев. Более того, сегодня исторически доказанным фактом является насильственная смерть матери Ивана Грозного, Елены Глинской, и его первой любимой жены Анастасии. В процессе исследования их останков было обнаружено, что они были отравлены. Это косвенно подтверждает и возможность убийства в конечном итоге самого царя. Но официальная версия смерти Ивана Грозного, тем не менее, гласит, царь умер от старости. Грозный умер в 54 года. Для того времени это уже был значительный возраст. О тех драматических событиях до сих пор спорят историки и другие ученые. Но до сих пор остается загадкой. Был ли действительно первый русский царь убит? И если да, то кто мог это сделать? Иван Грозный всю свою жизнь и вот уже более 400 лет после смерти вызывает спорные чувства. Он создал из России сильное централизованное государство, сменив в 1547 году титул московского князя на первый в истории России титул царя всея Руси. Он истреблял тысячи своих подданных и при этом считал себя набожным человеком. Народ ненавидел его, но, несмотря на это, поднял бунт, заподозрив преднамеренное убийство царя. Но мог ли всесильный московский царь, тиран и убийца тысяч своих подданных сам пасть жертвой заговора? Давайте вспомним, как и при каких обстоятельствах умер Иван Грозный. Изучив различные русские летописи 16 века, выстраивается следующая картина произошедшего. 18 марта 1584 года, в день, когда астрологами царю была предсказана смерть, Иван Васильевич Грозный долго парился в бане. Он почувствовал себя хорошо и даже распорядился незамедлительно казнить лжецов-предсказателей. Слуги приготовили доску с шахматами. Иван Васильевич сам расставил фигуры, хотел играть с боярином Бельским. Но вдруг упал навзничь, сжимая в руке последнюю, непоставленную фигуру короля. Вызвали врачей. Они натерли царя крепительными жидкостями, но агония была недолгой. И через несколько минут кровавое царствование Ивана IV кончилось. На первый взгляд, эта смерть не похожа на убийство. У пожилого, 54-летнего царя, случился приступ, и он умер. Тем более, что последние несколько недель перед кончиной, Иван Грозный действительно чувствовал себя очень плохо. Изучив русские записи того времени, мы выяснили, что, к сожалению, они не анализируют событий, а лишь констатируют их. Однако, мы обнаружили сохранившиеся и действительно уникальные своей независимой оценкой записи свидетеля происходящих событий. Английского купца и дипломата Джерома Гарсея. О приближенности англичанина к царскому двору и, соответственно, осведомленности о дворцовых делах говорит место его дома в Москве, рядом с Кремлем. А также тот факт, что Гарсей был доверенным посланником Ивана Грозного при сватовстве русского царя королеве Елизавете Английской. В библиотеке Государственного исторического музея мы нашли книгу Гарсея. В этой книге он описал все факты и подозрения о насильственной смерти Ивана Грозного. В своих записях англичанин недвусмысленно сообщает, царь умер от удушения. Но кто убил всесильного московского царя? В документах Гарсея, которые мы изучали, он не называет имена убийц. Однако книга Гарсея, которую мы обнаружили в библиотеке исторического музея, была впервые опубликована в Англии только в 1856 году. Но, как нам удалось выяснить, существует и другая версия воспоминаний Гарсея, напечатанная еще при его жизни, в 1598 году. Но хранится она в Лондоне, в единственном экземпляре. Мы сделали запрос и получили копию этого старинного документа. Оказалось, что в присланном из Англии документе есть интересное отличие от его более поздней, уже известной нам версии 19 века. Причем именно в том абзаце, где описан сам момент смерти Ивана Грозного. Прочитав его, мы были потрясены. В нем Гарсей прямо называет имена убийц. Вот что дословно пишет Гарсей. Царь лишился чувств и упал на спину. Он умер от удушения. Слово удушение в тексте Гарсея помечено ссылкой. А внизу на полях есть приписка, где сказано «Предположительно, этот акт совершили Бельский и Борис». Речь в тексте идет о боярах, Богдане Бельском и Борисе Кадунове. Двух приближенных, являвшихся фаворитами царя до конца его жизни. Но что имел в виду Гарсей? Из текста его документа получается, что царь был задушен. Гарсей прямо указывает на двух подозреваемых, задушивших царя – Бельского и Годунова. Свидетельства Гарсея подтверждают и события, произошедшие в Москве сразу после смерти царя Ивана. Столице восстал народ. Восставшие требовали покарать родственника царя Бориса Годунова и его приближенного боярина Богдана Бельского. По мнению восставших, именно они извели царя Ивана Васильевича. Далее Гарсей в своих записях делает следующее замечание. Диак Иван Тимофеев сообщил, что Борис Годунов и Богдан Бельский преждевременно прекратили жизнь царя. Все свидетели в один голос называют исполнителем преступления Богдана Бельского. И помогал ему, а возможно и руководил им Годунов. Годунов и Бельский вышли из рядов опричников личного войска Ивана Грозного. Царь сам приблизил их, и поэтому они занимали очень высокое положение при дворе. Оба боярина были обязаны своим успехом покровительству царя. Но почему Годунов и Бельский хотели убить человека, от которого зависели их власть и положение? Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться в порядке престола наследия, существовавшем тогда в России. Иван Грозный имел единственного реального наследника, своего старшего сына Ивана, с которым у царя были доверительные отношения. Однако в 1581 году по прямому престолу наследию, о котором Грозный заботился всю жизнь, был нанесен страшный удар. Во время ссоры с сыном у Грозного случился необъяснимый приступ дикого гнева, ставший причиной немыслимой трагедии. Царь убил собственного сына. Как известно из исторических документов, у Ивана Грозного на момент убийства им старшего сына было семь детей. Но пятеро из них умерло во младенчестве. После убийства Грозным царевича Ивана оставался единственный наследник, царевич Федор. Но, как писали современники, он был не от мира сего, слаб умом. Грозный понимал, что впереди династический кризис. Он знал, что его сын Федор слабоумен и не сможет управлять государством. Нужен был другой наследник. Иван Грозный отправил своего посланника, а именно известного нам Гарсея, с секретным поручением в Англию, ко двору королевы Елизаветы I. Царь просил английскую королеву заключить с ним союз посредством брака. Такой союз был бы выгоден для России, но не выгоден для Бельского и Годунова. Высокое положение при дворе Годунова было обусловлено еще и тем, что его сестра вышла замуж за царевича Федора. Более того, Годунов был опекуном слабоумного Федора, который в свою очередь мог стать царем. Поэтому Годунов и его друг Бельский опасались заключения брака Ивана Грозного с английской королевой. Ведь это могло сильно изменить равновесие сил при русском дворе и повредить положению Годунова. Получается, что причиной внезапной смерти Ивана Грозного были его переговоры с Англией. Эти переговоры царь начал как раз за год до своей смерти, в 1583 году. Но, может быть, не только Годунову были невыгодны дружественные отношения Ивана Грозного с Англией. Возможно, были еще какие-то силы, стремящиеся разрушить союз двух государств. Политическая ситуация в конце 16 века в Европе была очень сложной. Явными врагами России на тот момент являлись Польша и Швеция. Грозный на протяжении более 25 лет вел с ними войну за выход России к Балтийскому морю. Война закончилась очень шатким перемилием. Этим странам было невыгодно, чтобы Россия заключила союз с одним из сильнейших государств Европы того времени Англии. Ведь это вело к укреплению позиций России на международной арене. Но могли ли внешние враги каким-либо способом расправиться с русским царем? В то время способ мог быть только один – подослать наемных убийц. А возможно ли это было осуществить на практике? Иван Грозный был очень подозрительным человеком. Его подозрительность с годами превратилась в болезненную манию преследования. Он видел заговоры и наемных убийц даже там, где их не было. И самым бесчеловечным образом расправлялся с подозреваемыми. Для этого не требовалось доказательств их вины. Его изощренную жестокость не могли объяснить современники. Она шокировала всех, кто знал грозного царя. Царь не просто людей казнил, но это вы знаете все. Но он запрещал совершать по ним заупокойные службы. Людей убивали так, чтобы они не могли исповедаться в грехах перед смертью и так далее. В исторических документах сохранилось много воспоминаний о зверствах Ивана Грозного по отношению к совершенно невинным людям, которых он подозревал в заговоре. Так, летом 1580 года был раскрыт очередной мнимый заговор в Москве. 25 июля за один день были казнены более сотни людей. Печатника Висковатого распяли на деревянном кресте. Затем живьем разрезали на части. Казначей Никиту Фуникова заживо сварили в кипятке. В ситуации тотальной подозрительности, которая царила при русском дворе, внешние враги России явно не имели бы возможности осуществить подобное дерзкое убийство. Более того, логично предположить, что они попытались бы осуществить его намного раньше, еще тогда, когда шла война. Значит, убийство царя могли совершить только люди из ближайшего окружения, те, кому он доверял, кому была выгодна его смерть и также невыгоден союз с Англией. А это были все те же Кадунов и его друг Бельский. Кто-то из современников писал позже, конечно, значительно, что, значит, вот отравил его Борис Годунов. Почему? Якобы потому, что он хотел передать трон не Федору, значит, родственнику Годунова, а, возможно, сыну вот английской принцессы. В этом случае у Годунова был явный и очень сильный мотив убийства – борьба за власть в стране. Более того, у Годунова был не только мотив, но и возможность совершить убийство. И Годунов, и Бельский находились в комнате царя, когда тот умер. Нужно также учитывать, что Годунов все-таки стал царем в 1598 году. Если это действительно он совершил убийство, то риск, на который он пошел, через некоторое время оправдался. Но был ли Иван Грозный задушен? Современные судебно-медицинские эксперты определяют факт удушения по повреждениям нашей жертвы. И для того, чтобы окончательно ответить на этот вопрос, нам, следуя принципам криминального расследования, необходимо изучить самую важную улику – останки Ивана Грозного. Захоронение Ивана Грозного находится в Архангельском соборе Московского Кремля. Как нам удалось выяснить, спустя 400 лет после захоронения гроб царя вскрывался. Во время реставрации соборов Кремля в начале 60-х годов 20 века останки Ивана Грозного были извлечены и тщательно изучены. Правда, материалы этих исследований не придавались огласке. Комиссия работала под присмотром компетентных органов. Но сегодня нам представится уникальная возможность впервые воспользоваться документами судебно-медицинского осмотра останков первого русского царя. В своих воспоминаниях Горсей пишет, что Грозный был задушен Бельским и Годуновым. Но возможно ли по сохранившимся останкам подтвердить или опровергнуть этот факт? Чтобы найти ответ на этот вопрос в документах собранных комиссий, мы обратились за помощью к специалистам из Института антропологии РАН. Дочери известного российского ученого, профессора Михаила Герасимова. Она вместе с отцом участвовала в тех уникальных исследованиях. Маргарита Михайловна, как проходило вскрытие, эксгумация и изучение останков Ивана Грозного? Плиты подняли, но это была очень сложная работа, потому что это все в маленьком помещении. Там был сохранившийся коричневый, коричневатого цвета, как будто коричневая пелена. И довольно приличной сохранности костяк. А можно ли проверить по останкам, был ли Иван Грозный задушен? Вообще следов насильственной смерти на костяках обнаружено не было. И в частности удушение? И в частности удушение. Хотя если бы оно было, то одновременно было бы можно. Да, да, конечно. Во-первых, могли быть и... Смотря, конечно, если руками, то должны были быть сломаны хрящи. Если бы хрящи не сохранились, то мы бы не могли судить. А если каким-то уже более зверским способом, через веревку, то могли быть и переломы и шейных... Остистых отростков, там, шейных позвонков или еще что-нибудь в таком душе. Поразительно, но практическое исследование хорошо сохранившегося шейного отдела костяка Ивана Грозного не подтверждают документальные свидетельства Гарсея о том, что царь был задушен. Соответственно, нам приходится отказаться от версии об удушении. Но тогда как могло произойти убийство? Продолжая наше расследование, мы пришли к другим ошеломляющим результатам. Химический анализ останков матери царя Елены Глинской и его жены Анастасии Захариной показал, что причиной смерти обеих женщин было отравление. Получается, что ответ на вопрос, как убили Ивана Грозного, также могут дать результаты химической экспертизы. Химический анализ всегда делается. Количество этих соединений было определено. В заключении комиссии было сказано, что содержание мышьяка не выходило за рамки естественного содержания в человеческом теле. Содержание ртути было несколько повышенное. Оно превосходило. Но в случаях с убийством матери и жены Грозного убийцы использовали мышьяк. Грозный же мог быть отравлен ртутью. Мы решили обратиться к эксперту, чтобы выяснить, насколько это токсичное вещество было распространено в то время в качестве яда. В 16 веке отравления ядами были распространенным явлением в среде европейской аристократии. Известен перстень медичи и другие приспособления. Браслеты с потайной иглой, одеваемые на руки. Иногда яды прятались в рукавах одежды и подсыпались в бокалы с вином на перах. Ртуть использовалась достаточно редко. В основном использовался мышьяк и другие яды. Ртуть – это ядовитое вещество, но оно действует медленно. Получается, что царя медленно травили. Но кто? Были ли это те же люди, о которых упоминает Гарсей, в связи с удушением царя, то есть Бельский и Годунов? Или кто-то другой? Ртуть, как мы выяснили, яд замедленного действия. Его нужно давать постоянно, в течение очень длительного времени. А была ли такая возможность у Бельского и Годунова? Мы знаем из истории, что Грозный был очень мнительным человеком, с осторожностью относившийся даже к своему ближайшему окружению. Воспоминаниях современников Ивана Грозного нам удалось найти записи, содержащие описание придворного этикета того времени. Из них видно, что трапеза царя представляла целый ритуал. Ее обслуживало множество людей. Но при этом пища царя подвергалась многочисленным проверкам. Ее публично пробовали специальные люди перед тем, как окончательно поднести царю. Но кто был тот человек, который непосредственно подавал пищу Ивану Грозному? Мы стали искать ответ на этот ключевой в нашем расследовании вопрос и были потрясены нашим открытием. В архивах мы обнаружили редчайшие документы, детально описывающие, кто и какие обязанности выполнял при дворе Ивана Грозного. Среди этих документов есть и относящиеся непосредственно к последним месяцам жизни царя. Из них нам удалось выяснить, что ставил пищу на стол царю, помогал ему при трапезе и следил за своевременным приемом Иваном Грозным лекарств один человек. Древние документы сохранили его имя. Это был Богдан Бельский. Получается, именно Бельский был тем единственным человеком, из рук которого Иван Грозный принимал пищу и лекарства. Но постойте, какие лекарства и от чего? Чем болел Иван Грозный? Может быть, все-таки именно эта болезнь явилась причиной его смерти? Ни в одном из документов, которые мы изучили, прямо не указывается, чем именно болел царь Иван Грозный. В то время медицина была на очень низком уровне. Определение правильного диагноза болезни даже сегодня является самым сложным в медицине. А в то время его практически не ставили. Мы решили обратиться к воспоминаниям людей, приближенных ко двору, чтобы выяснить симптомы болезни, которая могла быть у царя. В своих воспоминаниях о встречах с Иваном Грозным в 1583 году посол Венецианской республики Антонио Пассевин писал следующее. Тело царя Ивана распухло, покрылось язвами и стало издавать нестерпимое зловоние. Врачи находили у него загнивание крови, сопровождающиеся накоплением жидкости в брюшной полости и стреляющими болями в коленных суставах. Иван Грозный выглядел дряхлым стариком, сильно располнел, вес его достигал 90 килограмм, и он уже не мог передвигаться самостоятельно. Его носили в кресле. Теперь нам необходимо понять, какой болезни могут соответствовать те симптомы, которые описаны людьми, общавшимися с Иваном Грозным. Для этого мы обратились за консультацией к специалистам. Симптомы, которые современники описывают у Ивана Грозного, могут соответствовать сифилису. Итак, мы выяснили, что симптомы тяжелого заболевания царя предположительно могут соответствовать сифилису. Но мог ли царь Иван Грозный болеть этой разрушающей плоть и дух болезни? Были ли вообще предпосылки к тому, что Иван Грозный мог заразиться этим совершенно новым для Европы 16 века страшным недугом? Ведь впервые эта болезнь появилась в Европе только после открытия и завоевания испанцами Нового Света, то есть в начале 16 века. Более того, в Европе этой болезнью страдали в основном простолюдины и люди, составлявшие, говоря современным языком, группу риска. То есть моряки, солдаты, возвращавшиеся из колоний, посетители увеселительных заведений. Но в нашем случае Иван Грозный представлял совершенно иную социальную группу. А что мы вообще знаем о личной жизни Ивана Грозного? Вот что мне удалось обнаружить в архивах. Так русские летописцы отмечали, что после смерти первой жены Анастасии царь яр бытий и прелюбодействовал зело. По словам все того же Горсея, лично знавшего русского царя, Иван хвастал ему тем, что растлил тысячу дев. Также Горсей свидетельствовал, что царь с сыном менялись любовницами. Историк Валишевский отмечал, что даже опричники служили для удовлетворения таких наклонностей и вкусов странной и неумеренной природы царя, которых не могла ослабить в нем ни старость, ни болезнь. Получается, что при таком множестве партнеров Иван Грозный вполне мог заразиться этой болезнью. Но сифилис, как нам удалось выяснить у врачей, должен был оставить следы на костях царя. А есть ли они на останках Грозного? Профессор судебной медицины Александр Маслов, который занимался изучением останков Ивана Грозного, считал, что он вполне мог болеть сифилисом, потому что именно в 16 веке была первая эпидемия этой болезни. И она отличалась особо неблагоприятным течением и в частности деструктивным изменением костей скелета. Этому подтверждению являются фотографии, на которых видно характерное влияние этой болезни, углубления с костными наростами вокруг, вот особенно на большой берцовой кости, это заметно. Этот снимок сделан с помощью рентгена. Здесь также характерно видны деструктивные изменения на костной ткани. Я придерживаюсь теории Александра Маслова, и что, скорее всего, Иван Грозный был болен этой болезнью. Итак, судебно-медицинские исследования останков Грозного, а также описанные современниками симптомы болезни, полностью подтверждают страшный диагноз. Но в наши дни сифилис – не смертельное заболевание, если его лечить. А лечили ли сифилис в 16 веке? Как нам удалось выяснить, да, пытались лечить. И единственным лекарством от этой болезни в Центральной Европе в то время был раствор, изобретенный парацельсом. В его основе было жидкое серебро, а точнее говоря, ртуть. И это было единственное средство, которое, как считалось, приносило хоть какое-то облегчение. Но использовалось ли подобное лекарство на Руси? Дело в том, что существовал уже при Иване Грозном так называемый аптекарский приказ, в котором состояли все врачи, которые лечили Ивана Грозного и изготовляли лекарства. И этот аптекарский приказ подчинялся оружничьему. К концу правления Ивана Грозного это был Богдан Яковлевич Бельский. И известно, что сохранились просто документы его предписания о изготовлении каких-то лекарств, относящихся к последним годам правления Грозного. Мы выяснили, что в результате археологических раскопок на месте существовавшей при Царском дворе единственной в России аптеки 16 века были обнаружены уникальные флаконы. Они использовались во времена Ивана Грозного для хранения лекарств. В нескольких флаконах сохранились остатки лекарственного препарата. Более того, после раскопок проводились тщательные исследования уникальных находок. Возможно, результаты этого анализа откроют нам тайну смерти Ивана Грозного. Обратившись к материалам химических исследований, мы получили интереснейшие результаты. Обнаруженное во флаконах вещество – действительно слабый раствор ртути. Значит, ртуть все-таки использовалась в качестве лекарства в России во времена Ивана Грозного. Получается, что Бельский, сам того не ведая, давая царю, как он считал, лекарства, медленно травил его. Но какое вообще воздействие оказывает такой слабый раствор ртути на человека? Расследуя это, мы получили самые неожиданные результаты, позволяющие раскрыть не только загадку смерти, но и всей жизни Ивана Грозного. Современников Ивана Грозного, как и все последующие поколения, поражало неадекватное поведение царя. Это была крайняя мнительность и резкая смена настроения. Мгновенный переход от жестокости к покаянию, от блуда к смирению, были обычным состоянием для царя Ивана. Однажды Ивану Грозному поступил ложный донос о том, что Новгород якобы хочет отойти к Литве. Чтобы наказать мнимых изменников, царь устроил кровавую расправу над новогородцами. Он приказал опричникам хватать людей прямо на улице и топить в реке подо льдом. Таким образом, за полтора месяца было убито 15 тысяч человек. Царь безжалостно и изощренно истреблял не только предполагаемых врагов, но и свое ближайшее окружение. Причем поводом могла быть мельчайшая и несоизмеримая наказанию провинность. Из описаний, кажется, уже привыкших ко всему современников Ивана Грозного, мы знаем, что даже они были потрясены следующим фактом. Грозный убил своего родного дядю, боянина Андрея Шуйского, только за то, что царю не понравилось, как Шуйский на него смотрит. За это царь приказал слугам схватить боянина и отвезти на псарню. Там Шуйского бросили собакам, и его заживо разорвали огромные сторожевые псы. И за всем этим царь наблюдал лично. Объяснить все эти ужасающие поступки Ивана Грозного пытались на протяжении почти 400 лет. Выдвигались различные гипотезы, но четкого ответа не находили. Эти исторические факты заставили нас продолжить расследование влияния ртути на организм Ивана Грозного. Мы вновь обратились к специалистам-медикам. Их ответ прояснил многое. Передозировка растворами ртути, несомненно, привела к интоксикации организма первого русского царя. При этом избирательно страдает центральная нервная система, разрушается головной мозг. При хроническом отравлении ртути у человека наблюдается неконтролируемое возбуждение, которое сменяется депрессией. Возникает тревожное состояние, мания преследования. Когда концентрация достигает максимума, человек умирает. Регулярное употребление царем ртути в качестве лекарства имело ужасающие последствия. Мнимое лечение превратилось в хроническое отравление, которое привело к разрушению всего организма царя. Но сколько месяцев или лет могло длиться подобное отравление? С этим вопросом мы обратились к специалисту. Возможно, царь принимал лекарства и раньше, но об этом мы просто не знаем. А вот, по крайней мере, лет за 15 до смерти он стал принимать лекарства. Значит, медленное отравление ртутью продолжалось как минимум 15 лет. То есть почти треть от всего срока правления Ивана Грозного. Но мы не можем забывать, что Иван Грозный был не просто человеком, а царем всей Руси. Постоянное отравление организма Ивана Грозного, тяжелая болезнь, терзавшая его, отразились и на его качествах, как руководителя государства. Россия, укрепившаяся в начале правления Ивана Грозного, к концу его царствования была разорена, и, как и сам царь, находилась на краю гибели. Если в начале правления перед нами сильная личность, создатель будущей империи, то в конце это глубоко несчастный, разрушенный тяжелой болезнью и неправильным лечением человек. Известный русский историк Костомаров описывает такой ужасающий факт. В конце жизни царь Иван Грозный вел переговоры с австрийским двором о предоставлении ему убежища. Он пытался переписать свою родословную от германских императоров, написал завещание в пользу Габсбургов и собирался бежать из России, прихватив с собой всю российскую казну. Чем больше проявлялось отравление и усугублялась болезнь, тем меньше царь контролировал себя. Внезапные вспышки ярости Ивана Грозного значительно участились. Подозрительность превратилась в манию преследований. Это сказалось в расчленном садизме, многочисленных казнях и пытках, в которых царь участвовал лично до самой смерти. Иван Грозный знал, что приближенные ненавидят его за жестокость, презирают за немощь и дряхлость. А как считают сегодня психологи, чем больше ненавидят человека, тем больше он ненавидит и презирает людей. Приведя расследование предполагаемого убийства первого русского царя Ивана Грозного, мы выяснили, что убийства как такового не было, а смерть наступила от неправильного лечения. Но полученные в ходе поисков факты позволили нам разгадать другую тайну. Тайну жизни и поступков этого глубоко несчастного человека, знаменитого тирана, убившего даже собственного сына. Субтитры создавал DimaTorzok